Супруги Шанина ведут просветительскую деятельность для школьников. С 2010 года они шьют кители и изготавливают знаки отличия. Сейчас в их коллекции более двух с половиной тысяч орденов и медалей. И около 20 копий кителей выдающихся исторических деятелей – Маркелова, Калашникова, Гагарина, Шойгу и Шаманова. А первый китель, который они шили, был аналогом того, что носил Сталин. Свою коллекцию супруги представили в фойе ДК «Железнодорожников» в День Героев Отечества. Наша задача – показать именно историю установления наградного дела российского государства, начиная с первого ордена и заканчивая последней медалью, которую сейчас выпускают, допустим, Министерство обороны. Памятная дата День Героев Отечества была установлена Государственной Думой Российской Федерации в 2007 году. В этот день чествуют ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Сегодня российские воины исполняют свой долг в зоне специальной военной операции, а волонтеры оказывают им поддержку, собирают гуманитарные грузы, делают окопные свечи, блиндажные печи, плетут маскировочные сети, вяжут носки. Их труд отметила благодарственными письмами глава Самары Елена Лапушкина. Вы удивительные люди. Я благодарю Богу, благодарю судьбу, что многих из вас, доходящих в зале, не только в зале, знаю лично. И когда говорят о загадочной русской душе, прежде всего говорят о вас. Вам не нужны приказы и просьбы. Просто вы всегда делаете свой нравственный выбор и встаете на защиту Отечества. Давайте сегодня вспомним всех защитников Отечества, которые когда-либо защищали Россию и которые сейчас этой суровой зимой защищают нас с вами. Пусть они возвращаются с победой. Среди награжденных и волонтер Юлия Королева рассказывает, когда началась спецоперация, просто делала все, что могла и не думала, что ее труд будет так высоко оценен. Вместе с единомышленниками Юлия вяжет носки солдатам. Говорит, удалось привлечь мастерить со всей Самарской области. За полгода они связали около 10 тысяч пар носков. Эту ситуацию, которая произошла в стране, мы не можем изменить. Это в наших силах. Что я могу делать? Как я могу им помочь? Вот так мне создалась группа, вяжем для наших солдат. Каждый, каждый хотел нам помочь. Каждая петелька – наша любовь, каждая петелька – наше тепло. По словам Юлии, встречи с единомышленниками вдохновляют на новые свершения. Впереди зима, а значит, работы предстоит много. Солдаты нуждаются в новой партии теплой одежды. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.